Привет. Я люблю. А спонсор данного выпуска вода. Я люблю. Новость, которую уже обсудили буквально все. От известных видеоблогеров до камней в лесу. Компания Киноданс подала в суд на Евгения Бэткомедиена и требует с него миллион рублей за то что он критиковал их дерьмовые фильмы. Но сейчас положение дела изменилось после пары заявлений Евгения и теперь Киноданс собирается идти на мировую. Но я надеюсь, что Евгений нагнет их раком и подаст встречный иск, потому что такие продюсеры, они вообще не должны снимать на деньги налогоплательщиков. Они должны в окна выходить и идти куда-нибудь далеко, далеко и далеко. И вообще это не первый опыт Евгения общения с такими людьми. Первое было с Enjoy Movies. Но все как-то гладко прошло. На этот раз я надеюсь, Евгений их дожмет. Ну а мы будем продолжать следить за этой новостью. Ну и поддерживать Женьку, потому что хорошо, когда на Ютубе есть такой человек. В Твиттере написали, что мои зрители самые лучшие и интеллектуально подкованные люди. Если вы об этом знали, то не забывайте. Если не знали, то знайте. Твич разблокировал Мэдисона. Я понимаю, что для некоторых из вас это непонятное словосочетание, но Илья Мэдисон, он раньше был популярен на Ютубе, делал обзоры на старые видеоигры. Например, на игру Сталкер. Делал обзоры на пиво и дружил с Юрием Хованским. А также носил бороду и был такой весь пухленький. И теперь он на Твиче. И Твич любит его блокировать. Последнюю блокировку он получил из-за того, что подстроил выстрелы в своей трансляции. Потом ему пришлось писать объяснительную Твичу, что, мол, звук был записан заранее, а пистолет он вообще бутафорский игрушечный. Пожалуйста, верните мне платформу, на которой я смогу зарабатывать деньги, чтобы прокормить свою бороду. И вы меня спросите, почему данная новость вообще, в принципе, интересна. Отвечаю, потому что ее зачитываю я. По последним данным стало известно, что люди с именем Данил обижаются, когда их называют Даниил. Ну что ж, теперь вы знаете, как обижать и оскорблять людей. На канале Пограничник, ведущим которого и является Миша, продолжается сериал разоблачения Эдварда Билла. Для тех, кто в танке, объясняю. Канал Пограничник — это канал, который разоблачает продажных видеоблогеров и разоблачает инфо-цыган. Записывает об этом видео чуть ли не каждую минуту, выкладывает, получает просмотры подписчиков и теперь живет достаточно не бедно. Молодец Миша, молодцы все люди, которые паразитируют на труде других людей. Странно это звучит, но это мой выпуск, это мой канал, говорю, что хочу. И вообще это выпуск минус один. Вот так вот. Оригинальность выше крыши. Вышла iOS 13 и с учетом того, что у меня не iPhone, на этом выпуск заканчивается. И я думаю закончить его как в жизни, когда ты идешь по улице и из-за угла вылетает машина на скорости 200 км в час и ты не